всем привет меня зовут кристина и добро пожаловать на мой канал в этом видео у меня работа на клиенте это моя работа видео есть на канале отходила клиентка с этим покрытием практически месяц что-то в этот раз относилась у нас все не очень хорошо если я правильно помню то указательный ноготок она либо где-то ударила либо что-то делала и он у нее отлетел в принципе рабочий пальчик не вижу в этом ничего критичного а вот на остальных ногтях я увидела от слойки в принципе материал на ней носится обычно хорошо и проблем не возникает раньше на этой клиентке я использовала базу тоннел она кстати прекрасно носилась все было супер а вот в этот раз что-то относилась все не очень хорошо поэтому сегодня я буду использовать раббер базу от эльпаза посмотрим как все относится снимаю покрытие керамической фрезой кукуруза с синей насечкой аккуратно работаю со слойками и обязательно работаю в защитном экране это очень важно многие знаю работают без экрана просто в маске но все-таки в экране работать гораздо безопаснее во первых у вас закрыты глаза и даже если что-то начнет отлетать то вас это никаким образом не попадет а если вы будете работать в маске то если что-то будет резко отлетать от ногти вы скорее всего закроете глаза и ваша фреза может куда-то не туда попасть а у меня такой проблемы нет теперь я уже приступаю к пилу формы я убрала длину довольно много потому что клиентка не любит когда у нее отрастает длина и даже иногда говорит что находит переделывать покрытие только потому что у нее слишком длинные ногти которые мешают ей в быту здесь я делаю форму овал также опиливаю натуральную ногтевую пластину сверху также сглаживаю если таковые остались бороздки после снятия материала кстати хочу вам рассказать такую историю до того как мы начали с этой клиенткой делать гирлаковое покрытие а это примерно 5 лет назад мы начали делать у нее были очень сильные борозды на ногтевой пластине когда начали делать покрытие гирлак то нету этих борозд они там есть но совсем совсем минимальные нам это очень помогло покрытие это сгладила нашу ногтевую пластину возможно под небольшой скажем так тяжестью либо весом покрытия эти борозды разгладились либо просто стал отрастать натуральный здоровый ноготок в общем-то гирлаковое покрытие мы носим уже пять лет и у нас теперь ногти выглядят гораздо лучше чем выглядели до этого как вы заметили кутикулу этой клиентки очень прилипшие кутикула настилается на ноготок я аккуратно приподняла кутикулу апельсиновой палочкой но в целом то основную работу я делаю фрезой пододвигаю и приподнимаю кутикулу фреза у меня была пламя с красной насечкой срезаю кутикулу кусачками от silver star с работе поверхностью в 4 миллиметра и выполняю шлифовку сегодня решила сделать шлифовку без ускорения чтобы вы посмотрели как медленно я работаю и как шлифуется сразу наша кожица сразу маникюр выглядит гораздо лучше чем был до шлифовки своей работе буду использовать кислотный праймер от runel rubber базу ильпазу топ без липкого слоя от н.л. в качестве укрепления у меня будет новый гель это гель full beauty он прозрачный будем также им работать и теперь перейдем к дизайну сначала мне понадобится гирлак 148 sangria от million nail очень красивый такой цвет единственное он полупрозрачный покажу вам как буду его наносить также в качестве дизайна у меня сегодня будет стемпинг расскажу почему именно такой скраппер скребок от born pretty штампик от born pretty николь дарью лак для стемпинга и 2 кисточки кисточку у меня одна квадратная я не знаю она ноу ней не знаю какой она фирмы где ее заказывали и еще одна кисточка от нау нейл пятерка в принципе работаю я по стандартной схеме я сначала подготавливаю ногти к покрытию и тонким втирающим слоем наношу базу база у меня сейчас в правом углу лежит на боку потому что ее осталось там мало и я наливаю ее на палитру и оттуда уже беру нужное мне количество далее делаю укрепление гелем гели меня от full beauty могу сказать что же когда я пользовалась этим гелем зимой а это покрытие я как раз таки выполняла в декабре то мне не очень понравилась консистенция этого геля для меня он был слишком густой мне хотелось быстрее сделать выравнивание я уже привыкла работать с гелями силкар которые прекрасно самовыравниваются и мне как раз таких консистенция очень нравилось а здесь мне приходилось повозиться меня это начинало немного бесить потому что очень долго все это дело происходило а сейчас когда я пользуюсь этими гелями сейчас у нас апрель гели стали гораздо жиже в помещении стало теплее и теперь уже ну кое-как этими гелями можно работать в принципе уже практически без проблем наверное еще бы чуть-чуть пожиже я хотела данные гели герлаковое покрытие я буду наносить в два слоя с промежуточной просушкой первый слой наношу сразу на все четыре ногтя а вот второй уже работаю по одному в этом видео я буду выполнять новогодний дизайн который делала клиентки в декабре либо может быть в ноябре уже не помню но я решила все-таки выложить это видео сейчас чтобы вы увидели как относилась это покрытие рассказать вам какие-то истории также конечно же показать работу на этих ручках знаю вы любите когда я делаю видео с прилипшей кутикулой ну и покажу вам быстренько как я выполняла стемпинг кстати сейчас самое время заказывать новые какие-то пластины особенно зимние они у меня с алиэкспресс это у меня пластина от beauty big bang у меня кстати есть промокод на скидку в 10 процентов от beauty big bang я оставляю всегда этот промокод в описании под видео сейчас самое время заказать как раз таки к новому году вы уже успеете этими пластинами протестировать все поработать и можете спокойно на клиентах все это дело делать и зарабатывать деньги на дизайнах теперь я перекрываю топом подпиливаю ногти и могу в принципе любоваться итоговым результатом напоминаю что у меня есть еще также дзен канал я готовлю для вас новый курс курс у меня будет по педикюру поэтому обязательно следите за новостями если уже сейчас возникают какие-то вопросы можете писать мне в контакте либо в telegram я всегда оставляю для вас ссылочки на свои соц сети в описании под видео вот такая работа у нас в итоге получилось очень надеюсь что все относится хорошо пока пока